Помолитесь о Марине, Радьбе Божьей. Спаси Христос, да поможет Господь. Да, приветствую тебя, Отец, приветствую всех братьев. Добрый день, добрый день, Отец Наум. Да, добрый. Значит, у меня, значит, вот когда я иду в церковь, по дороге, там с баннерами стоят две группы губистов. Да, ну и вот я, они мне задал такой вопрос, Христос рожден или сотворен? Они все сотворен. И тогда, говорит, покажите мне это место, где из Писания, вот, значит, где Господь здесь сотворен, а не рожден. Да, и вот они мне открыли такое место, значит, Откровение 3.14. Ангелу в Адикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верной истины, начало создания Божия. Вот здесь начало, вот они говорят, что это начало создания Божия. Значит, это о ком говорит здесь Иоанн Богослов? Он на том же говорит Евангелие, в начале было слово. Слово начало не означает, что это начало, его не было. Это очень подробно Златоуст рассматривает. А это, которое задает вопрос, это последователи ария безумного. Это для человека называется антропоморпизм. Господь показывает начало ведения, начало отсчета человеческого рода. И слово было у Бога. Главное, что в символе веры от Отца рожденно, не сотворенно, не сотворенно. Вот в символе это все и сказано. Он рожденный по человечеству, 2022 год. А по Божеству ему нет начала, нет. Он равен Отцу не слияно и не раздельно. Второе лицо Пресвятые Троицы, все. А как что? Не надо как. Человеческому разуму это не дано. Сразу прекращайте вопросы и отойди от них. Значит, они манипулируют словом. Начало. Ну, это они, они не первые. Это Арий хватался за это слово. Слово начало. Какое начало? Ну, пусть они ответят. А почему называется слово? Логос по-гречески, оно имеет значение разное. И совесть, и слово. Почему святые отцы взяли слово? Значит, им это открыто было. Слово. А совесть? Слово какое? Божье слово. То есть, он объединяется. Любите меня, соблюдите мои заповеди. Заповеди его слова. Христос и Библия – это не раздельные слова и понятия. А сатана старается разорвать. Какие-то вопросы. Это вне нашего разумения. Наш черепок никогда не вместит миллионной доли того, что здесь заключено. Научитесь, сразу отходите. Скажи, запретная тема. 130-й псалом. Я не входил в великое, для меня недосягаемое. Не смирял для души, как дитя отнято от грудьей матери. И все. И сдохла собака. Да, да, да. Ну, вот эта мысль очень хорошая. Я буду, если будет встреча, я буду... Ну, скажи, какая совесть? Совесть человека, который интеллектуально развитый, верующий человек. И какой-то эскимос. Мертвую белугу там поймали, да блевотина обжирается. У него тоже совесть есть? Он не будет своего обманывать. Шапку отдаст ему. Но не об этом речь идет. Логос – это слово Божие. Люди, конечно, играют. Не одним говорят, а что? Не хлебом единым будет жив человек. Запятая. А у нас повесили в трамвае афишу. Колбаса лежит и написано не словом. Это не хлебом единым жив человек. Не хлебом. А дальше. Но всяким словом, исходящим из уст Божиих. О них к колбасе применили. Да. Это новая секта. Здесь чревоугодие. Ну, конечно, здесь о рождении сына. Что он рожден. Здесь много говорится в мест Писания. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я родил тебя. И еще. Я буду ему отцом, и он мне будет сыном. Он был сыном всегда. Будет по человечеству. Это надо всегда разбирать. По человечеству он говорит, да минует меня сейчас, если я. А божественная природа говорит, ну да будет не моя, но твоя воля. Да. Вот мусульмане, они абсолютно этого не понимают. И с ними разговаривать на эту тему нельзя. Потому что они полностью мирские. У них нет духовного ничего. Вот они мне говорят, вот вы так знаете нашу книгу, там называют, не хотите быть мусульманем. Я говорю, человек в здравом уме, небо менять на землю не будет. У них нет духовного ничего. Ни рождения свыше, ни крещения Духом Святым. Они даже никакого понятия не имеют. И лгут, говорят, он нигде не говорил, что он Господь. Я говорю, говорил. А где? Но их учителя учатся, не говорил. Иоанна 13 глава, 13 стих. Иисус говорит, вы имя называете Господом, и я действительно то. А его хотели убить. Ты человек, делаешь себя равным Богу. А он не посчитал хищение быть равным Богу. Вот и все. Да, да. Понятно. Здесь, Господи, да? Да, все. Видите, это, вот они, значит, главная их ошибка, вот, что они изменили Библию. И здесь, даже когда открываешь ихнюю Библию, значит, там написано, перевод сделан с английского языка. И исправлено. У нас с еврейского языка, с еврейского. Греческий брали во внимание, смотрели. По-латыни, по-арабски смотрели. Как эти места понимали святые отцы? Четыре духовные академии переведили. Такой, как синодальный перевод 1876 года, нет в мире больше, нет. Я разговаривал с Александром Менем, православный священник, еврей. Я говорю, а вы могли бы так переводить? Он с архивами работает с еврейским. Он даже отшатнулся от меня. Да вы что? Да таких нет переводчиков больше на земле. Вот как. Учитывали не только значение слова, как по словарям, как некоторые знатоки. А как святые отцы толковали его к океану Златоуса. А у него, у Златоуса на кафедре было четыре перевода греческие. Септуагинты, Симах, Медетион, Акила. И он, разница есть, но он все это объединял в единое. И показывал, разницы нет. Да, мы у него были. Я даже исповедовался у него. Я помню этого всегда встречу. Слава, слава Господу. Аллилуйя. Да. Да. Вопросы у кого есть или нет, а то я отхожу. У меня большая занятость сегодня. А я благодарю за молитвы. Храни вас Господь. Да спаси Христос, мы помним это. Всех просим помолиться. Операцию сегодня до обеда должны были делать Антонию. Он у нас крещение принимал в прошлом году. Помоги Господи. Да, спаси Господи. У него рах желудка говорит, что-то там такое неладное. Ну, дело Божие. Он не курил, не пил, ничего нет. Это испытание Божие. Мне из Питера позвонил Никита. Да, тоже, чтобы за него помолиться сегодня утром. Да, вот сейчас я иду в церковь. Обязательно помолюсь. Да. Ну, все. Так, никого нет больше с вопросом? Я отхожу. С Богом. С миром.